Субтитры создавал DimaTorzok Я получил первую инициацию, сколько там, 4 года, я повторял хорестичную махамантру, каждый день изучал, считал, я понимал, вот я все, я еду в Индию к своему гуру, я думаю, как, если он не скажет, что я квалифицирован, я тоже мечтал о второй инициации, я ее приму, я должен сначала с ним поговорить Я когда-то приехал, ко мне приходит рандик говорит, ты будешь получать вторую инициацию? Я говорю, о, как это? Я говорю, а что сказал Ковин Махараш? Он говорит, я не говорил, я просто собираю тех людей на вторую инициацию кандидатов Я говорю, ты меня пока не записывай, я подошел к Рудеву и сказал, ну, хорошо, так и так Рассказал ему в своей жизни, я проповедую Рассказал бы, изначально была идея проповедовать, продвигать эту фишку Он просто послушал меня, говорит, я тебе завтра скажу И до утром говорит, давай То есть я понял, что это, ну, как бы, не зашло сверху, это не было мое какое-то требование, да, или желание Это была его какая-то воля Я просто рассказал свои обстоятельства, ситуацию, то, что в моей жизни происходит Он сказал, а, ну, значит, ты этому следую, значит, ну И долгие годы это, как бы, ну, это ввело меня вверх Поэтому очень важно не набирать слишком много на себя обязательств А лучше принять те обязательства, которым мы можем следовать Ну, постоянно следовать, да, да Потому что когда вот набираешь на себя слишком много обязательств У нас просто регулярная история преданная Они попадают в жизнь в храм Ну, 24 часа Харе Кришна, тебя начинает ехать после крыши Человек убегает, там, сапой куда-то, в мир Ну, потому что он не может 24 часа, то есть, ну, это, рыба, рептилия Не нужна какая-то греховная жизнь, не нужна вода И ты начинаешь жить в храме, а думать о наслаждениях Плохо Лучше жить в мире материализма, а думать о храме, понимаешь, да Как о чем-то святом, чем жить в храме, а самому думать Я уже ничего не смотрел кино Ну, к примеру, да, там Ну, или так далее Поэтому, ну, как бы, поэтому то, что благоприятно с духовной точки зрения Это постепенный подход Вот Это путь Бхактириона Такура Срасла Такура было все по-другому Он говорит, так Давай, все Или Прохупат Так, все С сегодняшнего дня ты, так Ты уходишь в храм Так, жена, значит, в другой храм Ты сюда, ты туда И это тоже работало Но все равно мы видим, даже по Исконовскому опыту, что это работает какое-то время Понимаешь, да? Человек приходит, он отдает свою энергию Он, как бы, прокачивает, потом он доходит до какого-то уровня Ну, у него прострел идет Он сразу там съезжает в сторону, все Там И после Хари Кришны уходит там Парулетний запой, забух Ну, такое То есть это регулярно Это регулярно происходит Почему? Потому что человек не получил каких-то ощущений И не достиг духовной Понимаешь, да? Самое страшное Ты этого не получил, и ни того не получил Ты с материальной точки зрения удовлетворенный человек Так? Как многие предметы говорят Вот, мы были книжными постепентами Мы продавали книги А там Мы посвятили всю свою жизнь Я говорю Так вы У вас вообще Исконовец сделал суперпродавцов Ну, любой Исконовец Это крутой Сэлл Зраф Который там может То есть На самом деле вы ничего не получили Потому что А вы бы не получили такой опыт ни в одном бизнес-школе Но то, что вы получили духовное оттуда Не может сравниться ничем Это ни в каком университете не получится Просто люди, они не понимают того, что за все надо в этом мире платить За духовное знание, за материальное знание За духовное знание надо платить своей душой А за материальное знание ты должен платить деньгами То есть не получится, что ты обладел всеми совершенствами И ничего за это не отдал Так не бывает Потому что если ты хочешь стать совершенным материалистом Ты должен работать 24 часа Ну и тебе должно нравиться Продавать там Или там Ну там Консультировать там Ну ты должен тащиться от того, что ты делаешь А если думаешь там Ну не просто нужно бабло Вообще Я не хочу работать Ну Ну Ты будешь никем Поэтому большинство людей Они надо занимать серединное положение Только единицы Они занимают высшее положение Почему? Потому что они знают Ради того, чтобы стать крутым музыкантом Я должен играть каждый день Ну Был у нас фестиваль Я познакомился Такой гитарист Любченко Один из крутых гитаристов Я ему говорю Почему в России мало крутых гитаристов? Он говорит Потому что Ну Он говорит Человек Должен отдать Этому полную жизнь Мы так с ним поговорили Такой дядька такой Ну не сигаретка Так он нормально Лет тут 60 Я как-то утро смотрю Четыре часа утра Он сидит на гитаре играет Я туда иду Возвращаюсь Он сидит на гитаре играет Ну Тихо Никому не мешая Так Ну 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 Я смотрю Я так Кинул С утра Часов до 10 Он пять часов играл на гитаре Я говорю Я говорю А вы играете У вас вдохновение Вас прет Он говорит Ты знаешь Ты знаешь Еще нет Ну Он говорит Я каждый день уже научился играть Он говорит У меня как-то прет Когда там что-то А так я каждый день играю Так вот Если крутой гитарист Поддерживает себя в форме Просто Чтоб пальцы Он говорит Чтоб пальцы гнулись Он пять часов в день Билит на гитаре Ну на бешеных скоростях С полной концентрацией И он знает Он говорит У меня ноги обошли Он играл У ноги запросто А клап У меня ноги обошли Он говорит У меня молодец Я лучший У меня 40 лет У меня гитара Каждый день Играю Я не самый крутой в мире Я просто хороший Я говорю А вот это Они не хотят Они хотят там Перед девушками Ты знаешь Да Все хотят сняться Но никто не понимает Что это И он сказал Такую крутую вещь Он сказал Вот теперь Когда я плачу Гитара плачет Когда я смеюсь Гитара Это передача эмоций Инструмент Который передает мои эмоции Поэтому Я вот Высший пилотаж Да Причем Потому что Я не в музыкальном инструменте У меня музыка Это передача эмоций И так же духовная жизнь Молитва Это Рыперский басон Молитва Это общение с Богом Понятно Да Поэтому Если это постоянный Внутренний процесс Это не то что ты там Почитал Харе Кришна Положил четкий на полк И пошел Заниматься своей жизнью Если ты пребываешь в молитве Ты пребываешь во внутреннем процессе Постоянно 24 часа обращения с Богом Поэтому это могут делать Спасибо Ой У меня теперь одеяло В спальнике Поэтому Ты можешь Ты можешь сказать Я не готова к молитве Но если ты искренне Будешь исследоваться Ты поймешь Ты к этому на самом деле не готов Никто Это как Куда ли в армии ружье Поэтому Через служение Ты придешь к этому Если ты начнешь Постепенно В это входить То на каком то этапе Своей жизни Ты станешь молитвенцем Но это не то что Ты получил чёткий И стал молитвенцем Поэтому Годья матки Смеялись над исконностями Западной Это же не промоталка То есть А люди как Они думают Вторая крайность Я доведу это До механизма Буду смотреть кино А сам повторять жабу Они тут Ты понимаешь А это бесполезно Если ты в этом не погружен Это как собственно На гитаре Вот так вот играть Ничего не понимая Это бесполезно А за рулем мотора Некоторые бакты Некоторые бакты Вообще Где угодно Если б ты послушал О чем я говорил Ты понял Что это О другом совершенно Если ты живешь Молительной жизнью Не важно Что ты будешь делать Ты можешь туалеты мыть Это будет молитв А если ты живешь Праздной жизнью То это не важно Что ты делаешь Ты можешь обвешиваться Оранжевыми одеждами Получать титулов Имен И бесполезно Это лучше чем далеко Поэтому я честно Я вот например По себе знаю Я очень далек От подлинной духовной жизни Кто скажет Да как это Потому что я это ощущаю По-настоящему Я знаю Что есть какие-то Катарсисные моменты Но я понимаю Что они не приходят Из моей собственной практики Знаешь да Что я вот там Я себя настроил НЛП сам себе сделал В этом есть как бы некий момент Там ты утром встал Поклонился к Господу Попел То есть как бы В этом есть сила садханы Да Ты что Но Подлинный процесс включается Он Ну как бы Необходима Духовная жизнь Выше чем садхана Садхана И так Чтобы ты не упал совсем там В какое-то чувственное наслаждение В дерьмо Потому что если ты совсем Войдешь в дерьмо Ты не сможешь Прийти к чему-то чистому Но Кришна делает так Чтобы ты в дерьме побывал Кришна же он как-то забирает Отдает Ну не так Господь он